Всем привет, дорогие мои друзья! Продолжаю зажаркие дни и все так же еще не хочется подходить ни к духовке, ни к плите. Поэтому у меня сегодня для вас очень хороший рецепт. Для этого вкусного сногсшибательного десерта нам не потребуется ни духовка, ни плита. Мало того, мы будем сегодня использовать продукты только растительного происхождения. Никакой лактозы, никакого теста, все очень полезно и неимоверно вкусно. Если вы не первый раз смотрите мои рецепты и они кажутся вам интересными, приглашаю вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы смотреть их первыми. На первый взгляд может показаться, что продукты, которые я буду использовать в этом рецепте, дорогие или не всем доступны. Но по ходу рецепта я буду вам даже озвучивать цены на каждый из этих ингредиентов. Итак, для основы потребуется 100 граммов грецкого ореха. Можно его заменить и другими орехами. В качестве сухофрукта беру вяленую клюкву. Ее понадобится также 100 граммов. Клюкву предварительно заливаю теплой водой и отставляю в сторону буквально на несколько минут, чтобы она немножечко размякла. 100 граммов грецкого ореха отправляю в чашу блендера. Буквально через 2 минутки, предварительно слив воду с клюквы, выкладываю ее в чашу к орехам. Сразу добавляю 20 граммов теплой воды и, закрыв чашу, пробиваю все до однородной вязкой консистенции. Грецкие орехи в наших украинских магазинах стоят 40 гривен за 100 граммов. Это полтора доллара. 100 граммов вяленой клюквы 35 гривен. Это немножко меньше, чем полтора доллара. Итак, посмотрите, вот такая достаточно вязкая, хорошая масса получается. Именно такая мне и нужна для основы моего веганского чизкейка. Формировать кешью кейк буду в небольшой форме. Ее диаметр 16 сантиметров. Форма не обязательно должна быть круглой. Это вполне может быть какой-то прямоугольный контейнер или та же форма. Так как моя форма без дна, застилаю доску кусочком пергамента. Сверху ставлю эту форму, а борта прокладываю обычными кусочками плотного файла, чтобы впоследствии пирог без труда вынуть из этой самой формы. Выкладываю содержимое чаши и аккуратно распределяю по всему дну при этом утрамбовывая. Основа должна получиться достаточно плотной. Как я уже сказала, вместо грецкого ореха можно использовать абсолютно любой другой орех, либо семена. Это может быть кунжут, семена льна, семечки подсолнечника или тыквы. То же касается и сухофруктов. Не обязательно брать именно клюкву. Можно использовать чернослив, курагу, изюм, финики и другие любимые сухофрукты. Посмотрите, основа моя подготовлена и хорошенько утрамбована. Пока я буду готовить основную массу, форму отправляю в холодильник, чтобы основа немножечко застыла. В качестве верхнего слоя я сегодня буду использовать необжаренные орехи кешью. У меня здесь 150 граммов. Их выкладываю в чашу блендера. Я орехи где-то 1,5-2 часа назад залила обычной холодной водой, чтобы они набухли и размякли. Можно их замочить заранее, к примеру, с вечера. Ну, если совсем нет времени, замочите хотя бы на полчасика. Что касается цены на кешью в Украине, за 100 граммов такого ореха я плачу 40 гривен. Это 1,5 доллара. Следующий ингредиент – кокосовые сливки. Понадобится 200 граммов. Вот такая банка сливок в Украине мне обошлась в 20 гривен. Это меньше, чем 1 доллар. Я их взяла по акции, а без нее такие сливки стоят в районе 40-50 гривен. Это 1,5-2 доллара за банку. Вместо таких сливок можно использовать растопленное кокосовое масло. Понадобится около 50-60 граммов, не больше. Для того, чтобы сбалансировать вкус, обязательно добавьте щепотку соли. В качестве подсластителя сегодня обычный мед. Добавляю полторы столовых ложки. Это около 70 граммов. Мед предварительно лучше немножечко растопить. Важный ингредиент – это сок и цедра лимона. Именно он сделает наш кешью кейк ароматным, свежим и придаст благородный, изысканный вкус. Снимаю цедру с половинки среднего лимона. Получается около половины чайной ложки. Цедру выкладываю в чашу к остальным ингредиентам. И сюда же выдавливаю сок этой половины лимона, где-то 2,5 столовых ложки. А для того, чтобы масса была ароматной, я это очень люблю, добавлю 2-3 капли ванильной эссенции. Этот ингредиент добавляйте по желанию. Я люблю, поэтому обязательно добавляю вот такую эссенцию. После этого закрываю чашку блендера и пробиваю все до однородности. Так как орех у меня замочен предварительно, масса взбивается очень быстро и хорошо. Если орех все же сухой, лучше измельчить его предварительно. Итак, через несколько минут консистенция белоснежная, однородная и гладкая. И пока еще достаточно жидкая. Друзья, какой неповторимый аромат сейчас стоит! Цедра лимона, кокос в сочетании с орехами и нотками меда. Вот такую подготовленную белоснежную массу я аккуратненько выливаю сверху на основной слой из орехов и клюквы, который уже достала из холодильника. Масса пока жидкая, как я сказала, но за счет кокосовых жирных сливок и орехов уже через пару-тройку часов она станет стабильной. На этом этапе кешью кейк нужно убрать в холодильник на 4-5 часов или в морозилку на 2-3 часа, чтобы он застыл и стабилизировался. По истечении ночи, а именно столько мой кейк провел в холодильнике, я его достала. За счет кокосовых сливок и набухших орехов он отлично застыл. Убираю кондитерское кольцо. Аккуратно снимаю пленочку. Посмотрите, какой красавчик получился! Плотненький! Уже не терпится его разрезать и посмотреть, что же там внутри. Сверху совсем немножко измельченных кешью и граммчик цедры лимона. Это по желанию. Режется он просто великолепно. Очень хорошо держит форму. Если вы достали его из морозилки, переставьте в холодильник на 20 минут до подачи, чтобы он был более нежным. Друзья, этот кешью кейк что-то необыкновенно вкусное и красивое. Это самое настоящее чудо! По вкусу он напоминает какой-то творожный либо кремовый чизкейк, но только гораздо вкуснее. И это так. Я считаю, такой пирог должен попробовать каждый. Тем более, как вы сами могли убедиться, это не настолько дорого стоит. Орехи кешью считаются не аллергенным орехом. Плюс это самый нежирный орех из всех остальных. Это именно тот рецепт, тот случай, когда ты действительно в полном восторге. Калорийность такого кешью кейка, естественно, за счет орехов 387 килокалорий на 100 граммов. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Мне будет очень-очень приятно, если вам понравилось это видео и такой рецепт. Оцените его лайком, пишите комментарии. А я от всей души хочу пожелать вам встроенной фигуры и приятного аппетита! Не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео!